В Чечне отметили 70-летие со дня рождения погибшего 17 лет назад первого президента республики Ахмата Кадырова. В этот день в Грозном открыли новую гимназию и торговый комплекс. В ближайшее время в городе установят еще одну скульптуру в честь Кадырова-старшего. К торжествам готовились заранее, отмечая все новости в республике Хештевом решетка 70 лет Ахматхаджи. Праздновали и за границей. Мероприятия, посвященные первому президенту Чечни, проходили в УАЭ, в Казахстане, на Балканах. Это конференции, круглые столы, презентации книг. Госканал «Грозный» даже утверждает, что Ахмата Кадырова предложили выдвинуть на Нобелевскую премию мира. О том, почему в Чечне создается и поддерживается культ личности Ахмата Кадырова и какова в этом роль его сына, главы республики, в интервью «Кавказ.Реалии» рассказал политолог и правозащитник Руслан Кутаев. Руслан, как вы оцениваете масштаб юбилея в этом году? Все празднества в Чечне в последние годы проходили на широкую ногу. Себя перещеголять сложно было. Но это празднование очень шикарно провели. С каким другим культом личности по масштабам вы бы сравнили культ личности Ахмата Кадырова? Все, что делается относительно Ахмата Кадырова, это продуманная программа федерального центра. Это продумано какими-то специалистами. По большому счету, сыну Кадырова, главе Чечни Рамзану Кадырову, Прим.Ред, такой размах всего этого и не нужен. Это российская власть, который раз за последние несколько сотен лет пытается навязать что-то чеченскому обществу, особенно подрастающему поколению, тем, кому сейчас 20 лет и кто родился уже не в Кадыровской, а в путинской Чечне. Все, что делают чеченские власти, ревностно исполняют те приказы, которые под жестким контролем спускают из Кремля. И есть люди, которые не дают ни на йоту, ни на один сантиметр отойти от этой программы. Они пытаются создать поедающие себя общества. Кремль понимает, что власть рано или поздно сменится. Но они настолько презирают чеченцев, что хотят, чтобы чеченцы воевали сами с собой. Чтобы были те, кто говорит, это наши отцы так делали, это наш адат. Преступный адат, обычай, Прим.Ред, который абсолютно не свойственен чеченцам. Лизоблюдство, вранье, предательство, ложь, коррупция, ложные клятвы. Как большая часть чеченского населения относится к Ахмату Кадырову. Даже среди тех чеченцев, что воевали, а сейчас живут за пределами Чеченской республики, есть те, кто говорит, что Рамзан плохой, но Ахмат был хороший. Тяжело это сейчас. Никакие исследования не проведены. И важно отметить, что люди, которые навязывают чеченскому обществу эту программу, понимают, что главное – это влиять на подрастающие поколения. Как в моем детстве свет божий был Ленин. Ленин – мир, Ленин – свет, Ленин – вождь, Ленин – знания. Что-то подобное применяется и в отношении чеченского общества. И если в моем окружении одни ценности, то есть же и другое окружение. Они работают в администрации, в торговле, в компаниях, которые так или иначе соприкасаются с властью. Расчеты Кремля тоже верные. У подрастающего поколения имена Джохара Дудаева, Аслана Масхадова, президенты сепаратистской чеченской республики Ичкерия, Прим, РЭД, других национальных героев отходят на второй план, может, в семье о них и не говорят. Но зато каждый день в школе – Владимир Путин, Ахмат Кадыров, Путь Ахмата, Ахмат – Сила. Как вам кажется, действительно ли эти мероприятия формируют положительный образ Ахмата Кадырова или за счет навязчивости, наоборот, отталкивают? Эти мероприятия в чеченском обществе вызывают не только недовольство, они вызывают ненависть и презрение, потому что они отрывают людей от их дел. Их водят на стадионы. Где это видано, чтобы чеченские женщины ходили на стадионы? Сейчас уже этого нет, но раньше пиво пили, крепкие слова говорили. Людей это достало. Чеченское общество достаточно консервативное. Даже в советские времена, в дудаевские времена чеченцы считали и участие женщин в митингах, и в целом митинги проявлением безделья. В целом чеченцы относятся к митингам отрицательно. Но это – выбор человека. А сейчас нет выбора. Хочешь, не хочешь, ты должен это все исполнять, на это все ходить. И если вы думаете, что людям нравится, что их лица показывают на этих мероприятиях, это заблуждение. А ведь все это изменится. Я и 20 лет назад говорил, что это все изменится. Невозможно сидеть на штыках, заточенных против лучшей части народа, чтобы худшие управляли. Это невозможно. Именно поэтому все эти мероприятия вызывают недовольство, презрение и ненависть. Можно ли вообще как-то объективно оценивать роль Ахмата Кадырова в истории современной Чечни? Парадокс в том, что люди, работающие во власти, когда она сменится, мгновенно переобуются, лишь бы им дали корыто, чтобы они могли кормиться. Таких идейных сторонников, которые считают, что идеи Ахмата Кадырова – это что-то типа ленинизма или сталинизма, очень мало. Все определяет конъюнктура. Именно поэтому сейчас люди и кукарекают там, но, чтобы они могли жизнь отдать за эти идеи, рисковать здоровьем, безопасностью, таких людей я не знаю. Объективную оценку сегодняшней промосковской власти можно будет дать только после того, как эта власть все-таки сменится. Но я могу смело сказать, что в процентном соотношении сторонников Ахмата Кадырова немного. Или по-другому – людей, которые не приветствуют эту власть, намного больше в чеченском обществе. Так будет точнее. Празднества в честь юбилея Ахмата Кадырова прошли и на Балканах. Как вам кажется, действительно ли балканцы хотели его чествовать или это все делается исключительно с подачи Чеченской республики? Не может Чеченская республика влиять на Балканы. Это исключительная прерогатива российской власти. Не может Кадыров приказывать МИДу, Сергею Лаврову, глава МИД России, Прим. РЭД, его заместителям, как им действовать. Это еще раз подтверждает, что все это цельная спущенная программа федеральной власти. Что Кадыров, Масхадов, Дудаев сделали Балканом. Они содействовали их освобождению. Они распространяли там ислам. Или они защищали этих людей. Каким образом любой человек из Чечни связан с Балканами? Балканцы ни с какой стороны не понимают, кто такой Ахмад Кадыров. Я понимаю, что определенные люди с деньгами приехали в какой-то город. Встречаются там, чаем угощают, пирожные дают. Директорам школы какие-то подарки делают. И это все проводится при договоренности МИДов Российской Федерации и других стран. Это все продуманная акция. Для балканских людей эти мероприятия ничего не значат. Они это сразу забыли. Но в Чеченской республике это незабываемо. В честь Ахмата Кадырова что-то назвали на Балканах. Балканские дети чествуют его. Об этом будут помнить. Фотографии будут висеть в музеях. Это все откладывается в памяти. Ленин в шалаше, Ленин на обе, Ленин в Финляндии, Ленин в Питере. Это все делается по одному лекалу. Создается образ непогрешимой всеобъемлющей личности, которая имеет влияние не только на Кавказе, не только в чеченском обществе, но и в масштабах Европы. Если сменится власть, сколько продержится культ личности Ахмата Кадырова? Ровно полдня, и люди, которые кричали «Ахмат, сила», от него отрекутся. У них уже давно есть продуманные версии объяснений, почему они так говорили. Это схлопнется в течение того часа, когда об этом будет объявлено. Не в течение месяца, не в течение недели. В тот час, в тот миг разрушится то, что Кремль 20 лет накручивал и создавал. Помните убийцу Буданова Юсупа Тимирханова? На его похоронах я выразил такую мысль, что сектор, который занимается Чеченской республикой в администрации президента ФСБ России, надо не просто выгнать, а посадить. Были потрачены миллиарды, чтобы шаманов и Буданов были настоящими героями чеченцев. Но героем в итоге стал убийца Буданова. 18 лет коту под хвост. 18 лет и сотни миллиардов денег, чтобы сделать из оккупантов героев, коту под хвост. И сейчас делается то же самое с именем Кадырова. Есть ли герои, которые могли бы заменить Ахмата Кадырова? Есть, конечно. Джохар Дудаев, Аслан Масхадов. Они герои. Путин своим указом назвал аэропорт именем Ахмата Кадырова. Я уверен, никогда Рамзан Кадыров не назвал бы его именем своего отца, отменив название в честь шейха Мансура. Он никогда бы не пошел на этот размен. Это еще раз свидетельствует о том, что это несогласованные действия. Для Рамзана Кадырова очень важно, что его отец – герой наравне с шейхом Мансуром. Для российской власти – нет. Шейх Мансур отказался даже встретиться с Екатериной Второй, не только присягнуть на верность. Ему предлагали почести, вплоть до того, чтобы наместником на Кавказе быть. Он отказался от всего и выбрал смерть. Шейх Мансур, Бибулат Таймиев, военачальники в Народно-освободительном движении горцев времен Кавказской войны, Прим, РЭД, стоят в одном ряду. Россия этот ряд не хочет. Россия хочет Владимира Ильича Ленина, Владимира Путина и Ахмата Кадырова. А Рамзан Кадыров против. Он много раз об этом говорил. В Дади-Юрте он поставил памятник женщинам, которые, чтобы не попасть в плен, утонули в тереке. Он ставил памятники и другим героям. Для него важно, что они стали ими в борьбе против Российской империи, против Советской империи в годы выселения. Он себя ассоциирует не с Лениным, а с Тайми Бибултом, Бибулат Таймиев, с шейхом Мансуром. Это еще раз свидетельствует о том, что вся эта программа задумана Кремлем, потому что они пытаются русифицировать чеченцев. Из этого, конечно, ничего не получится, это пустые хлопоты. Путин думает, что он величественнее, чем Ермолов, но это его проблемы. Конечно, какую-то часть людей выхватывают, какую-то часть убивают, какую-то часть пугают, но в целом чеченское общество никогда не согласится стать рабами, покорно принять чуждые их религии и народу традиции. Конечно, какую-то часть людей выхватывают, какую-то часть убивают, какую-то часть пугают, но в целом чеченское общество никогда не согласится стать рабами, покорно принять чуждые их религии и народу традиции. Это все бесполезные потуги. Правозащитники не раз отмечали роль главы Чечни Рамзана Кадырова в построении культа личности его отца. По данным русской службы BBC, в Чечне 346 улиц и переулков назвали в честь нынешнего главы региона Рамзана Кадырова и его родственников. Основная их часть посвящена Ахмату Кадырову. Именем Кадырова-старшего названы футбольный клуб, благотворительный фонд, стадион, башня в Грозном, звезда в созвездии Льва, а теперь еще и аэропорт.